Современного словообразования на материале словарей новописьменного карельского языка. Добрый день, уважаемые участники конференции. Тема моего доклада о некоторых тенденциях современного сообразования в новописьменном карельском языке. Карельский язык располагает богатым лексическим составом, имеет широкие выразительные возможности. Тем не менее, он относится к языкам с прерванной письменной традицией. Первый этап создания карельской письменности относится к 1930-м годам и связан с именем известного ученого-лингиста профессора Дмитрия Владимировича Бубриха. Под руководством профессора Бубриха был составлен диалектологический атлас карельского языка, который позволил определить особенности всех наречий карельского языка. Этот атлас был издан только в 1997 году в Финляндии. В том же 1937 году Бубрихом на основе русской графики была написана и издана грамматика карельского языка, фонетика, морфология, в которой были сведены и определены для создаваемого письменного языка важнейшие явления фонетики и морфологии. Учеными-лингистами за короткий срок были подготовлены учебные пособия на карельском языке. Однако этот период функционирования языка был очень коротким, что не позволило письменному языку стать родным и узнаваемым. В связи с изменившейся политической ситуацией в Карелии, да и в целом стране, преподавание местных языков было объявлено национализмом, мешающим полноценному овладению русским языком. Это привело к негласному запрету говорить на карельском языке в школах и дошкольных учреждениях. Письменная традиция карельского языка была прервана почти на полвека. И долгие годы карельский язык оставался в стороне от новых реалий жизни и использовался только в бытовой сфере общения. Особенности функционирования карельского языка в домашней бытовой сфере общения на протяжении многих десятилетий обусловили естественное развитие тех групп лексики, которые отражали в основном хозяйственный уклад жизни карел. Новые возможности по созданию письменности на основе латинской графики появились лишь в конце 1980-х годов. К моменту воссоздания письменности на карельском языке практически совершенно отсутствовали слова, отражающие реалии современной общественной жизни. Появилась настоятельная необходимость в нормировании карельского языка, в пополнении его лексического фонда. Для более полного отражения реальной действительности становится необходима разработка новейшей терминологии. С этой целью в 1999 году постановлением правительства Республики Карелия была создана терминно-орфографическая комиссия, в задаче которой входило упорядочение словотворческой работы и орфографических правил на благописьменных языках, фиксация лексических новообразований и их последующая корректификация. Анализ и корректировка орфографических правил. Результатом работы комиссии стали бюллетени по новейшей лексике и терминологии. Всего было создано и издано 4 бюллетеня новейшей лексики и терминологии. Лингвистическая терминология в 2000 году школьная лексика в том же году, общественно-политическая лексика в 2 частях в 3 и 4 годы, лексика флоры и фауны в 5 году, которые поставили коррекский язык на совершенно новую ступень развития. Весь этот богатый лексический материал послужил базой для создания коррекской письменности. В так называемый новейший период с 1989 года по настоящее время в стенах нашего института создавались словари, грамматики, букварей, учебные потолки молодописьменных языков Карелии. Первые словари молодописьменного карельского языка были предназначены прежде всего для учащихся школ и вузов. В эти словари была включена не только исконная лексика карельского языка, но и отчасти была дана терминологическая и прочая лексика. Однако эти первые словари обладали небольшим объемом и, соответственно, не могли обслуживать коммуникативные функции современного общества. По мере развития молодописьменного языка потребовали словари нового типа. В 2011 году был издан большой русско-карельский словарь авторы Бойко и Маркианова Людмила Федоровна. В него включено около 20 тысяч наиболее употребительных слов и фразеологических оборотов современного русского языка. Своеобразным ответом на большой русско-карельский словарь стал большой корейско-русский словарь Ливиковской наречии, изданный в 2016 году и содержащий более 18 тысяч слов. Создание таких словарей свидетельствует о новом этапе языкового строительства и является важным шагом в развитии молодописьменного языка, так как словарь закрепляет норму, утверждает письменную форму языка, что непосредственно находит отражение на процессе преподавания и овладения языком. Наличие письменности повышает статус корейского языка как в глазах тех, кто им владеет, так и в среде тех, кто соприкасается с языковыми и этноязыковыми проблемами. Такие лексикографические издания оказывают несомненную помощь в проведении целенаправленной и научно обоснованной языковой политики. Основной проблемой при составлении словарей был выбор лексики. Прежде всего, в них вошла вся общеупотребительная лексика корейского языка. Однако современные реалии потребовали особо обратить внимание на создание общественно-политической, школьной лексики, а также лексики, относящейся к сфере информационных технологий. В качестве орфографических тор в области лексики выбирались те варианты, которые широко употребляются в говорах ливиковского наречия и известным многим носителям языка. При формировании фонатических и грамматических норм также прежде всего учитывалась широта распространения явления. Из многообразия фонатических вариантов слов или грамматических вариантов форм для молодописьменного языка нужно было выбрать те, которые являются логически более стройными и наиболее понятными и осваиваемыми в процессе обучения. Большинство новых слов в корейском языке образовано по правилам корейского словообразования суффиксальным способом. Суффиксальная система корейского языка чрезвычайно богата. Большинство продуктивных суффиксов, с помощью которых образуются производные слова, находятся в активном употреблении и хорошо понимаются носителями языка. Самыми продуктивными стали суффиксы, образующие слова абстрактного и обобщенного значения. То есть ту лексику, в которой язык особо нуждался в связи с расширением его функции. Например, уз, вас, куз, 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 вуз, вайагус, дефицит, восходит к ваяй неполной, гиеногус, язысканность, гиенотонкий, всеобщность, Ухтегины общие. Хендовус, субтильность. Восходит хендовус, слабый, хилый. На образованиях коллективного значения широко использовался суффикс сто и сто. Например, лайтехиста, оборудование. Восходит к слову лайтех, прибор. Лехтиста, пресса. Лехты, газета. Сувянвязиста, внутренние воды. Восходит к слову вода. Линан, халдивоста. Городской муниципалитет. Халдиво, власть. Хюлен, халдивоста. Сельский муниципалитет. И так далее. Один из древнейших, наиболее распространенных суффиксов корейского языка неку, являющийся практически единственным заимствованным суффиксом, оказался исключительно продуктивным при создании новых от именных существительным со значением какого-либо рода деятельности. Например, неронеку, виртуоз от нерва, мастерство, умение. Оза неку, участник от оза, часть, доля. Виргу неку, служащий от виргу, должность, служба. Очень хорошо. Стало словосложение, когда части слов могут включать элементы как исконного, так и заимствованного происхождения. Например, пиамеры, кворум, от меры, мера, единица, измерение. Бумагу, деньгу, ассигнация, от деньгу, купюра. Бумага, понятно русское слово, бумага. Лексический и семантический способ образования новых слов подразумевает изменение семантики слова. В корейском языке семантическими неологизмами стали имена существительные. Например, пилку, запятая, основное значение пятнышко-зарубка. Вайну, инстинкт, основное значение нюх. Кухкуттай, агитатор, основное значение подстрекатель. Тугмус, бескультурье, основное значение простота, глупость. Каскюлейне, курьер, основное значение прислуга. У имен прилагательных также произошло расширение семантики. Например, юрпю категоричный, крутой, решительный. Ено, изысканный, основное значение тонкий, мелкий. Хуйгетой, аморальный, бессовестный, основное значение бессовестный. Мавутой, банальный, основное значение безвкусный. Процесс расширения семантики коснулся некоторых глаголов. Например, суть-туа – аккумулировать, основное значение собирать, копить. Мерете – квалифицировать, основное значение мерить. Карпот-туа – депортировать, основное значение выгонять. Кюзелэ – анкетировать, основное значение спрашивать. Ориентиром для создания новой лексики также послужили ранее изданные словарные материалы и изданные словари близкородственных языков вепского и финского. Около 10% всего словарного состава составили авторские новообразования, например, «почингэндэйн» в значении символа в электронной почте, «каливо пираксэт петроглифы», «теревю нёкку погью» – конусообразный, «марьян коймин дубруя» – камбан для сбора ягод, «питкю кино» – полнометражный фильм, «чокет точка» и так далее. Частично были привлечены финские заимствования, которые прочно вошли в корейский язык, например, «юлиописто», «университет», «юста ведрук», «муста пачас памятник», «тедоконных компьютер», «пайна мерки», «знак ударения», «луон до природа» и так далее. Важно отметить, что при возрождении и развитии языка происходит также довольно активный процесс перехода забытых или полузабытых слов в разряд активной лексики. Некоторые слова обыденного языка получили новые, зачастую терминологические значения. Например, многозначное слово «таппули», одним из значений, у которых было широкое место на дороге, где можно было обогнать или постраниться, в составе сложного слова «вялитюстаппули» получило значение «объезд полоса обгона». А у слова «таллах», обозначающего коллективную помощь, работу сообща, появилось новое значение «субботник» и «воскресник». Невозможно было уйти и от заимствования из русского языка. В первую очередь это касается интернациональной лексики. В бюллетенях республиканской термино-орфографической комиссии из всего состава общественно-политической лексики на ливиковском наречии около 40% составляют интернационализмы. К словам интернационализма относятся такие слова, как аспекту, аспиранту, бильярду, документу, индексу, проекту, семинуару, журналу. Нужно сказать, что слова, созданные путем заимствования полного или частичного калькирования, не всегда становятся понятными носителям языка. Например, слово «багалавку» – «желудок», «сявел мемелодия», «сявел дай композитор» у носителя языка вызвало вопросы новое понятие «шорпик кувилка», образованное в афинской модели «харухка». К настоящему времени готов к изданию орфографические слова от ливиковского наречия корейского языка, в который вошло более 23 тысяч слов. В 2012 году был издан орфографический словарь вебского языка. Данные орфографические словари представляют собой особый вид словарей, которые содержат не только перечень слов, но и в конце каждой словарной статьи имеют перевод основного значения корейского или вебского слова на русский язык. Такой метод построения орфографического словаря связан с тем, что не все пользователи в достаточной степени владеют корейским или вебским языком, а также еще и с тем, что в него включено большое количество сложных слов, которые отсутствуют в иных словарях, что может вызвать затруднения при их понимании. В круглых скобках даются словоизменительные характеристики глаголов и имен. В словарной статье, посвященную глаголу, представлены также словоизменительные характеристики активных и пассивных причастий, которые являются в корейском языке наиболее сложными грамматическими формами. Приведенных в орфографическом словаре сведений недостаточно, чтобы правильно образовать любую необходимую грамматическую форму имени или глагола. В словарных статьях по глаголам дополнительно представлен справочный материал по их управлению. Для этого приведены вопросы, указывающие непосредственно на падеж, который уподобляется с данным глаголом. Таким образом, данный словарь можно назвать грамматико-орфографическим словарем. Новейшим направлением работы языковедов является корпусная лингвистика. Надежным источником при исследовании языковых, фольклорных, этнографических материалов может стать корпус корейского языка. Корпус пользуется спросом исследователей как выверенная информационно-справочная система по языку, в котором все диалектные тексты даются с подробной паспортизацией в электронной форме. Корпус корейского языка включает собственно корейское, ливниковское и ливниковское наречия, два из которых обладают в настоящее время собственными новописьменными формами. В настоящее время на базе открытого корпуса вебского и корейского языков ведется работа по переводу словарей в электронный формат. Разработаны программы генерации словоформ, в том числе для систем глагольного и именного словоизменения ливиковского наречия корейского языка, что существенно облегчит дальнейшую работу по семантической разметке текстов корпуса. Эти материалы найдут применение в практике преподавания новописьменных языков корейского языка. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы к докладчику? Татьяна Петровна, можно один вопрос? Как Вы считаете, Вы стояли на заре создания словарей корейского языка в этот новейший период с конца 80-х годов, и сейчас проделан такой путь уже продолжительностью в 30 лет. Как Вы считаете, как изменилась лексика в словарях? В какую сторону имеете в виду? Больше ли исконной лексики используется? Насколько используются заимствованные по сравнению с тем, что было на заре ревитализации? Ну, смотря в каких сферах использовать, мне кажется, что сейчас молодежь особенно повернулась, как сказать, к корейскому языку. Видно, в социальных сетях очень часто используются корейский язык. Конечно, очень большое внимание обращено к новым словам, именно к которым сейчас нужны. Вот эти слова, связанные с информационной терминологией. Вот эти слова самые востребованные. Ну, а как, на Ваш взгляд, например, в газетных текстах изменилось ли использование лексики исконной, заимствованной и так далее? Я думаю, что да, конечно. Вообще пресса – это первая ступень, которая использует эту лексику, которое новообразование, вот эти неологизмы, которые создали. Потому что в состав термина орфографической комиссии в первую очередь входят журналисты, ученые, учителя. То есть те люди, которые непосредственно связаны с языком, и они оказывают непосредственную помощь создателям, в том числе, вот, например, мне, как автору словарей. Поэтому в газетах Ома-Муа, особенно в газете Ома-Муа, очень приятно, что используется новая лексика. Вот, даже использование буквы «С» стало в настоящее время таким употребительным, что также является правильным. Ирина Петровна, пожалуйста. Ирина Новак и Ильика Ранцеран. Татьяна Петровна, вот Вы рассказали, что Вы постоянно занимаетесь вот таким словотворчеством. Не слышите меня? Да, плохо слышу. Я буду и для Вас постараюсь говорить громче. Вы постоянно занимаетесь словотворчеством. К Вам обращаются из различных средств массовой информации с просьбой помочь, придумать какую-то новую лексему в карельском языке для какого-то понятия, когда вот такие запросы Вы получаете. И вот у меня не то чтобы вопрос, а предложение. Как только Вы разработали новую лексему, и поскольку Вы являетесь активным редактором открытого корпуса вебского и карельского языков, то Вам нужно сразу вот эти новые лексемы вносить в словарь корпуса. И может быть нам ввести какую-то дополнительную пометку, что это неологизм. Авторскую. Да, и они максимально быстро будут распространяться, поскольку корпус, аудитория у нас постоянно растет. Вот пользуются и представители средств массовой информации, редакторы и корреспонденты, и школьники также пользуются вот этим ресурсом. И если вот пока мы дождемся новых словарей, в которые будут включены вот эти новые слова, пройдет какое-то время, а они бы могли уже начать свою жизнь такую активную в карельском языке. Поэтому я Вас очень прошу, вот все, что новое, и я знаю, что такого нового постоянно у Вас появляется очень много, это нужно максимально быстро стараться вот вносить в словарь, в корпусы веб-кар. Спасибо за предложение. Мы сейчас вот очень активно занимаемся, я говорю, мы в множественном числе, что члены термина орфографической комиссии, вот журналисты, в том числе Ольга Валерьевна Огнева, которая переводит материалы для Олонецкого национального музея. Вот эти очень интересные этнографические материалы, вот где приходится действительно составлять новые слова. И я эти слова вношу всех в новый орфографический словарь, который еще не издан, но надеюсь, что в следующем 2021 году он будет издан. Поэтому эти слова в орфографическом словаре уже будут с правильными написаниями, с рекомендациями. Вот о том, чтобы вот эти слова вносить в корпус, это спасибо большое, я буду в следующем году заниматься этой темой, и обязательно все эти слова будут внесены. Да, вот чтобы это было максимально оперативно. Потому что они уже зафиксированы, да, в словаре в орфографическом. Спасибо большое, мы будем очень ждать от вас новых словарных статей в словаре Лемкорпуса. Есть ли еще вопросы? Если нет, спасибо большое за доклад, Татьяна Петровна.